Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина представляет 80-летию Соловецкой школе ЮНК посвящается 25 мая 1942 года народный комиссар военно-морского флота адмирал Николай Герасимович Кузнецов подписал приказ о создании школы ЮНК при учебном отряде Северного флота на Соловецких островах на Белом море и как говорилось в официальных приказах в целях создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации и как впоследствии говорил адмирал Кузнецов школа ЮНК в свое время воспитала самую активную молодежь из которой потом вышло много отличных командиров и она принесла большую пользу для нашего военно-морского флота учебный отряд Северного флота на Соловецких островах был создан в декабре 1939-го, в марте 1940-х годах необходимость в организации учебного отряда была связана с острой нехваткой квалифицированных кадров на Северном флоте удачное географическое положение Соловецких островов удаленность от крупных городов, наличие удобных заливов, бухт, наличие инфраструктуры делали архипелаг идеальным местом для тренировки и обучения военных моряков и сам учебный отряд действовал на Соловецких островах с декабря 1939-го по 1957-й год и подготовил свыше 50 тысяч классных специалистов для военно-морского флота и именно на базе учебного отряда в 1942-го года была создана школа Юнг почему здесь, на Соловецких островах, блокирован Ленинград, ожесточенные бои за Севастополь, тяжелая обстановка на Балтийском и Черных морях поэтому базой обучения будущих военных моряков стал учебный отряд Северного флота который находился на Большом Соловецком острове в Белом море кто же такие Соловецкие Юнги? Юнга – ученик, подросток на судне, готовящийся стать матросом и обучающийся морскому делу набор производился по специальной разнарядке ЦК ВЛКСМ в городе Москва и еще восьми областях всего планировалось набрать полторы тысячи юношей 14-15 лет, имеющих образование 6-7 классов но были среди принятых и более юные, они выправляли себе документы, стремясь как можно раньше начать учиться стать членом команды боевого корабля и сражаться с врагом широкого оповещения о наборе в школу не давалось, так как опасались излишнего энтузиазма среди юношей и самовольных побегов на фронт но несмотря на все меры секретности, желающих было очень много и конкурс был достаточно велик полагалось, что Юнги будут обучаться в школе 12 месяцев и по ее окончании отправляться служить в действующий флот где по достижении совершеннолетия уже зачислятся в кадровый состав для обучения подростков в школе был подобран замечательный преподавательский состав это были опытные военные моряки, как правило имеющие уже опыт педагогической работы было очень много сделано для материального оснащения учебного процесса ему были смонтированы и оборудованы кабинеты радиоаппаратуры, военно-морского отдела, мореходных инструментов но в первую очередь они подготовили три выпуска высококвалифицированных специалистов для советского военного флота организационная структура школы два батальона в каждой из них три роты и в каждой роте три смены первый батальон дислоцировался в районе Саватева, бывшего монастырского скита второй на территории монастыря, или как называли в то время его в Кремле и тяжелее всех конечно же пришлось юнгам первого набора так как материальной базы для школы еще не было и ребятам пришлось ее создавать самим первый батальон Соловецкий Хюллинг базировался в Саватево Саватево бывший монастырский скит, который находился примерно в 12 километрах от Кремля и в Саватево юнг встретили полуразрушенное здание церкви, каменный корпус и бывшая деревянная гостиница и эти здания отвели под учебные корпуса, но их необходимо было прежде всего восстановить школа в Саватево состояла из трех частей в самом скиту находился жилой дом для преподавателей учебные корпуса с 42 классами, небольшая баня еще монастырской постройки, прачечная и клуб в полукилометре от Саватево действовала столовая на 500 мест, камбуз, хлебопекарня и санчасть к ноябрю 1942 года строительные работы были закончены и первый набор юнг приступил к учебе и Саватево из удаленного скита превратился в военный поселок а жить сами юнги должны были в землянках, но их тоже необходимо было сначала построить и до этого момента они ночевали в палатках, а все остальное время проводили на свежем воздухе юнги строили землянки своими руками, мальчишкам приходилось копать землю, корчевать пни, ворочать валуны, валить лес и таскать на своих плечах бревна сами землянки находились вдоль дороги от Саватево к Исаково, примерно в одном километре от учебных корпусов в лесу на склоне сопок на берегу банного озера всего было построено 30 землянок, в каждой могло разместиться 50 человек и к ноябрю 1942 года юнгажи переселились из палатов в землянки, которые красиво именовались кубриками главное в землянке был не комфорт, а маскировка от возможного нападения противника жили предельно аскетично, вдоль стен располагались трехъярусные нары подушки одеяла были набиты морской травой посреди кубрика стоял стол 5-6 метров и скамей с двух сторон поначалу в землянках даже не было света, использовали фонарь летучая мышь позднее стали освещать лампочками в землянке была большая печь, зимой еще ставили буржуку, но по воспоминанию юнгашей холод был собачий, ночью мерзли но чтобы придать землянке жилой вид, украшали якорями, звездами, кораблями и плакатами по учебному плану юнги изучали следующие предметы специальность, общевойсковая подготовка, военно-морское дело общеобразовательные предметы, русский язык, математика, физика, география и черчения политподготовка из воспоминаний юнг наша учеба в школе юнг проходила по твердому распорядку 6 утра подъем, затем физзарядка, бег, заправка койк, уборка кубриков и территории, умывание с 8 до 8.30 завтрак в общей столовой сюда приходили и уходили с троем с 8.30 до 13 у нас были учебные занятия по специальности повторяли школьные предметы и с большим интересом проходили занятия по строевой подготовке, рукопашному бою, изучению пулемета и автомата, метанию гранат с 13 до 14.00 был обед ходили в столовую из строя, садились быстро за длинные обеденные столы кушали, вставали из-за стола по команде еда нам всегда казалась вкусной, хотя разнообразия в еде не было на первое суп из трески, на второе сечка с треской, на третье компот из хвои о добавке нередко думали, но это казалось неизбыточной мечтой возвращались в учебные помещения с троем и нередко с песней занятия наши продолжались 8 часов с перерывом на обед самостоятельной подготовки у нас не было, все обучение проходило только в учебном корпусе а после ужинали и возвращались в землянку далее была заготовка дров, кто же нам будет их заготавливать лыжных палок и других а перед сном час личного времени с 9 до 10 часов мы писали письма, штопали носки и обмундировали отбой был в 11 вечера надо сказать, что юнги стойко переносили все испытания ходили в наряды, заставы, строго следовали уставы учились прилежно, несмотря на то, что иногда на целый класс приходился всего один учебник школа юнг готовила разных специалистов боцманов, рулевых, радистов, электриков, мотористов юнги всех специальностей помимо теоретической подготовки проходили практику по военно-морскому делу учились плаванию и спасению утопающих оказанию первой помощи выходили в море на шлюпках под парусом и на веслах такие выходы пользовались юнг большой популярностью на время обучения в школе на каждого юнгу устанавливалось денежное содержание 8 рублей 50 копеек в месяц но все эти деньги так же как и избережение преподавателей школа перечисляла фонд обороны при всей тяжести учебной нагрузки и быта ребята находили время также для занятия спортом и художественной самодеятельности за два года было подготовлено 30 концертов и два спектакля и большое внимание также уделялось патриотическому воспитанию проводили политзанятия выпускали боевые листки после окончания учебного курса юнги сдавали выпускные экзамены а затем их распределяли для дальнейшего прохождения службы на кораблях военно-морского флота многие хотели служить на северном флоте хотя служба здесь была самая тяжелая и опасная и перед тем как отправиться к своему первому месту службы юнги торжественно произносили клятву Родина великая советская держава в день отправки нас на боевые корабли приносим тебе свою клятву мы клянемся с достоинством и честью оправдать оказанное нам доверие умножить боевые традиции советских моряков хранить и оберегать честь школы юнг ВМФ мы клянемся отдать все силы отдать жизнь если надо за свободу и независимость нашей Родины мы клянемся до полного разгрома и уничтожения врага не знать отдыха не знать покоя быть в первых рядах самых мужественных самых смелых самых храбрых советских моряков если ослабнет воля если подведут товарищей если трусость постигнет в бою то пусть презирают меня в веках пусть покарает меня суровый закон Родины всего с 1942 по 1945 год в школе юнг было подготовлено 4111 специалистов это были радисты мотористы торпедных катеров электрики надводных кораблей торпедные электрики боцманы надводных кораблей и другие специальности и на действующем флоте выпускники школы юнг блестяще себя зарекомендовали многие выпускники были награждены боевыми наградами некоторые за проявленный героизм получили ордена красного знамени и красной звезды 6 выпускников школы соловецких юнг были удостоены звания героя Советского Союза в боях за Родину погиб каждый четвертый выпускник соловецкой школы юнг юнги проявили себя не только на полях сражений но и в мирной послевоенной жизни у всех на слуху имя выпускника соловецкой школы юнг известного писателя Валентина Пикуль литературное наследие Виталия Гузанова также связано с историей с школы юнг Борис Штоколов народный артист СССР и лауреат государственной премии СССР стал известным советским и российским оперным певцом Николай Осокин дослужился до капитана первого ранга и выйдя в отставку возглавил музей соловецкой школы юнг Северного флота Пикуль Валентин Савич известный советский писатель юнга первого набора в 1971 году вышел его роман «Мальчики с бантиками» это автобиографическая повесть о жизни соловецких юнг где автор выступает в роли главного героя под именем Савки Огурцова и как писал автор эту повесть составляют подлинные события но имена героев как и название некоторых кораблей я сознательно изменил и эта книга посвящается юности нелегкой юности поколения которому я имею честь принадлежать Гузанов Виталий Григорьевич юнга первого набора советский писатель режиссер сценарист журналист как его еще называли был литературным соратником Валентина Пигуля автор двадцати книг о моряках и морях по его сценариям создано более пятидесяти фильмов такие произведения как соловецкие паруса юнги северного флота это повести воспоминания книги выпускника соловецкой школы юнгов память о соловецкой школе юнг сохранилась не только в литературе в 1973 году на экраны вышел художественный фильм юнга северного флота фильм поставлен на основе реальных событий Великой Отечественной войны сценарий фильма написан с использованием материалов из автобиографических книг соловецких юнг писателей Валентина Пикуля Виталия Гузанова Великая Отечественная война четверо советских подростков не стали ждать ее завершения и прослышав о том что на соловецких скровах открывается соловецкая школа юнг отправились туда и школа юнг стала для ребят настоящей школой взросления школой жизни В 1972 году состоялся первый слет юнг-ветеранов на Соловках приуроченный к 30-летию основания соловецкой школы юнг и в душе юнг-ветеранов в эти памятные минуты волнами перекатывались годы войны бои с фашистами служба на кораблях послевоенные трудности гражданской жизни разве это можно забыть все хранится в морской душе юнги как дети делились воспоминаниями они по-прежнему хранили и верность флотской дружбе юношеский задор именно тогда в 1972 году было принято решение установить памятник соловецким юнгам эскиз разработали сами ветераны это был первый памятник на территории России соловецким юнгам а встречи стали традиционным каждые пять лет ветераны юнги собираются возлагают цветы и венки в память о павших товарищах а памятники соловецким юнгам установлены не только на соловецких островах но и во многих других городах нашей большой страны на следе ветеранов был избран всесоюзный совет юнг обязанностью которого было объединить движение юнг организовать воспитательную работу среди молодежи по воспитанию патриотизма верности родине и готовности с оружием в руках защищать свою родину в 2007 году на соловках была создана летняя соловецкая школа юнг задачами школы являлось знакомство подростка с основным военно-морского отдела общеисторическое патриотизм формирование сознательной гражданской позиции воспитание патриотизма и создание условий для преемственности традиций знаний и памяти между поколениями это за голубой волной все еще мы свой не закончили бой родные братья битву мы шли за вас не забывайте не забывайте нас пусть люди помнят в нашем родном краю мальчики мужчинами стали в бою братья братья на берегу морском ветер ветер шуршит песком скала у голубой воды мальчики вы наши найдете следы родные братья если в тревожный час вы позовете вы позовете нас мы рядом с вами станем в одном строю мальчики мужчинами станут в бою родные братья битву мы шли за вас не забывайте не забывайте нас не забывайте нас